This conference will now be recorded. This conference will now be certified. 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 What you need to do now is to analyze the purpose которая стоит, ну, соответственно, перед компанией, департаментом на соответствие смарт. Если она не соответствует, то необходимо уточнить формулировку. Что такое смарт, коллеги, это не тема нашего семинара, но я думаю, у всех есть, кто-то из вас уже знаком с этой терминологией, кто не знаком, Google в помощь, но от себя скажу, что смарт-методология позволяет проанализировать цель на наличие пяти аргументов. Цель должна быть конкретна, это см измерима, выполнима, нацелена на достижение конкретного результата и ограниченного времени. Давайте проанализируем, с чего начинается первая ошибка. Первая ошибка начинается с того, что руководитель пытается разработать ему мотивации для цели. Например, повысить эффективность подразделения. В данном случае эта вот цель была для подразделения сервисной поддержки. Коллеги, у кого-то включен микрофон, поэтому у всех страшно фонит. Пожалуйста, отключите микрофоны. Есть? Идем дальше. Чем плоха вот эта цель? Цель повысить эффективность плоха тем, что непонятно, что именно мы будем мотивировать. И, соответственно, тогда руководитель, разрабатывая систему мотивации, он говорит, ну вот если выполните план, который стал больше, до этого был, если это сервисная поддержка, ну, предположим, там 100 заявок отработать, а теперь вот станет 120, вот если выполните, получите премию. Из этой цели, во-первых, непонятно, что именно нужно сделать для достижения этой цели, во-вторых, что именно должны делать сотрудники, за что их будут хвалить, за что их, наоборот, будут ругать и что нужно именно мотивировать. Соответственно, если мы анализируем вот эту цель на соответственной методологии SMART, то на выходе она может выглядеть, например, вот таким образом. То есть, если мы применяем нашу методологию, то станет повысить эффективность подразделения на 25%, у нас появилась измеримость, до 31.08.21 у нас появилась ограниченность во времени, а далее, посмотрите, путем сокращения времени обслуживания одной клиентской заявки с 40 до 30 минут у нас появилась вот эта S-конкретика, что именно мы собираемся делать. И именно этот фактор, достижение этого фактора, мы будем добиваться от сотрудников, именно его мы должны мотивировать. А каким образом они должны сократить время обслуживания, то есть достигнуть нашей цели? А далее обязательно должна быть расшифровка. Ну вот в моем примере сокращение времени обслуживания производится путем автоматизации процесса введения и логистики заявки, внедрения электронной базы знаний, обучения сотрудников работе с электронной базой знаний, применения электронных подписей для утверждения заявок руководителями направлений. Елена пишет, звука нет, коллеги, у остальных как... Плюс, плюс, все в порядке. Так, да, значит, что-то у Елены, она сейчас, я думаю, сообщение увидит и сориентируется. То есть, коллеги, любая система мотивации, создание любой системы мотивации начинается с того, что вы должны проанализировать поставленную цель, которую вы хотите достигнуть. И работа начинается с корректировки, уточнения этой цели. Из цели четко должно быть понятно, что именно мы собираемся сделать для того, чтобы достичь результата. И результат должен быть конкретен, измерим и ограничен во времени. Не просто повысить эффективность, тогда непонятно, что именно для повышения этой эффективности делать надо. То ли после работы задерживаться на два часа, то ли на выходные работу брать. А вот теперь, когда мы видим вот такую цель, мы четко понимаем критерии достижения этой цели. Итак, первый шаг. Проанализировать цель, стоящую перед тем подразделением системы мотивации, которого вы собираетесь разработать, на соответствие SMART. Если она не соответствует, она имеется в виду поставленная цель, уточните формулировку. Только после этого мы можем с вами приступать к работе над созданием системы мотивации. Коллеги, по первому шагу есть ли вопросы? Все ли понятно? То есть цель обязательно должна быть конкретная и соответствует SMART. То есть конкретно, измеримо, ориентирован на конечный результат, ограничен во времени. Все понятно? Итак, цель сформулировали. Далее приступаем ко второму шагу. И многие на нем, собственно говоря, зачастую засыпаются. А это на самом деле не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Либо пропускают его. Второй шаг для создания эффективной системы мотивации нам необходимо описать бизнес-процессы, приводящие к достижению цели. При помощи любой из известных вам нотаций, коллеги, современных нотаций, описания бизнес-процесса, их уже более трех десятков, какую вы будете использовать, значение не имеет. Моя личная точка зрения и при наборе персонала, когда выступаю к консультантам, всегда обращаю на это внимание, что руководитель любого уровня, как среднего, так и высшего звена, руководитель проекта, руководитель подразделения обязательно должен владеть одной из нотаций описания бизнес-процессов. Иначе у него не получится организовать работу, формализовать, ну и в том числе создавать систему мотивации. Рекомендовать какие-то конкретные нотации не буду. Это все на ваше усмотрение, любая нотация, с которой вы знакомы. Главное, чтобы на схеме четко прослеживалась очередность выполняемых действий. Их в описании бизнес-процессов называют процессы и достигаемых результатов, то есть продуктов. Что это означает, коллеги? Ну вот если я вернусь к предыдущему слайду, посмотрите, для чего нужно было цель вот так детализировать. Ведь если я сейчас начну описывать бизнес-процессы по достижению этой цели, то посмотрите, что у меня получится. У меня одна ветка пойдет, это автоматизация процесса введения логистики заявки. То есть в данном случае это будет анализ поставленной задачи, там формулировка технического задания для IT-подразделения, разработка программного обеспечения, внедрение этого программного обеспечения, обучение сотрудников в работе с данным программным обеспечением. То есть чтобы они не теряли время на ввод заявки, на ее логистику, там между подразделениями, закрытие заявки и так далее. То есть у меня одна ветка, один бизнес-процесс, я подробно опишу. Это автоматизация процесса. Второе, посмотрите, у нас второй параллельный бизнес-процесс, это внедрение электронной базы знаний. То есть чтобы сотрудник каждый раз не искал ответа на свои вопросы, специальным обученными людьми разрабатывается электронная система базы знаний, к которой сотрудник обращается. И теперь ему при отработке той или иной сервисной заявки нет необходимости уточнять информацию, искать. Он в одном месте это может все найти. Далее, посмотрите, пожалуйста, следующее. Обучение сотрудников в работе с электронной базой знаний. Опять же, это уже, теперь посмотрите, не параллельный процесс, а последовательный, то есть сначала мы внедряем, а затем обучаем сотрудников. Тут тоже будет множество действий. Обучение там, аттестация, сдача экзаменов и так далее, проверка, потом применение. Далее, применение электронных подписей для утверждения заявок руководителями направлений. Опять же, их разработка, прикрепление, обучение. То есть, как вы видите, у нас есть три параллельных процесса, и один, это обучение сотрудников, последовательный. И вот здесь очень важно описать именно в виде процессов, в виде схемы. Ну, чтобы вы представляли, коллеги, многие вот руководители, ну, и чары, которые разрабатывают систему мотивации, пугаются, пугаются этого термина описания бизнес-процессов и говорят, ой, это очень сложно, это не для меня, я вот по старинке. Коллеги, ничего сложного нет. Еще раз повторюсь, главное, чтобы на схеме четко прослеживалась очередность и выделялись отдельно действия, отдельно результаты. Действия, продукт, действия, продукт. Я сейчас вот в качестве примера покажу, вот мы со слушателями на курсе руководителя структурного подразделения, ну, проверяли домашнее задание. Посмотрите, вот таким образом выглядела схема. То есть это может быть от руки, они могут разветвляться, могут быть линейные, кто-то создает при помощи программных продуктов. Это не является техничным. Главное, чтобы выстроилась схема. Коллеги, опять у кого-то включена громкость, без имени пользователь подключился. Отключите, пожалуйста, звук. Вынуждена, принудительно отключать, коллеги, не хотелось бы этого, потому что вполне возможно кто-то из вас захочет задавать вопросы. То есть наша с вами задача, когда у нас есть четкая цель, теперь описать бизнес-процессы, которые приведут к достижению данной цели. Давайте, коллеги, приведу пример. Давайте представим, ну, вот очевидный такой пример продажи. Да, ну, почему очевидный? Потому что там есть четкая измеримость и для многих процесс прозрачный, как активный, давайте возьмем продажи, предположим, активный продажи посредством телефонной связи. Так вот, посмотрите, если наша задача увеличить продажи, ну, и так далее, то я описываю процесс бизнес-продажи, то бизнес-процесс, то у меня как будет? Звонок клиенту, какой результат? Далее стрелочкой. Результат получен информация от клиента. Далее мы анализируем информацию. Если это информация, там, желание заключить сделку, то далее подготовка коммерческого предложения. Результат, то есть продукт. Коммерческое предложение подготовленное. Отправить. Результат. Коммерческое предложение отправленное. Далее опять звонок клиенту. Запрос обратной связи. В результате информация получена и так далее. Очень важно процесс достижения поставленной цели разложить на последовательные действия, чтобы наблюдалась очередность, что мы делаем первое, второе, третье, четвертое, и для чего мы это делаем, какие промежуточные результаты, то есть продукты у нас возникают. Как только вы это сделали, и у вас появилась схема описания бизнес-процессов, еще раз повторюсь, неважно, какую нотацию вы для этого используете, чтобы она была вам понятна и чтобы на ней выделялись действия разными символами и результаты этих действий. Далее, следующее действие. Третий шаг. Теперь мы с вами готовы проанализировать все получаемые на предыдущем шаге продукты и разделить их на вспомогательные основные. Что такое вспомогательные основные? Ну, например, если это процесс продажи, то тоже звонок клиенту. Вот посмотрите, интересуют меня коммерческие предложения подготовленные, отправленные, запрошенные. Нет, это вспомогательные результаты, которые нужны исполнителю для понимания, что он делает, на каком этапе. Мне, как руководителю подразделения, которое желает получить результат, нужны основные продукты, так называемые ключевые вехи. То есть, а это будет первоначально, а сколько звонков он сделал, а сколько всего предложений отправлено, то есть, получается, появляется такая конверсия, воронка продаж, как говорят, а сколько из них превратилось в договора, а сколько отплачено, сколько отгружено. Если мы говорим о производстве, то, опять же, у нас будет множество продуктов, чтобы произвести продукцию. Давайте представим швея, которая шьет у нас в ателье. Ей нужно принять заказ, подготовить выкройку, произвести раскрой, подготовить изделие к первой примерке, второй. Там будет множество операций, и каждая операция, каждое действие имеет свой результат. Выкройка подготовленная, далее ткань раскроена, и часть этих продуктов, результатов будут вспомогательные, то есть, нужны самому сотруднику для достижения поставленной цели, а часть является ключевыми. Так вот, разделив все результаты деятельности на вспомогательные основные, мы определяем ключевые, которые обязательны для достижения полученного, вернее, результата, который мы поставили в цели. Но посмотрите, если в нашей цели, которую я привела на шаге один, это повышение эффективности отдела, то у нас ключевых результатов будет это внедренное программное обеспечение для автоматизации, далее внедренная электронная база знаний, третье сотрудники обученные работать и внедренные электронные системы подписей. Соответственно, у меня четыре ключевых продукта, а перед ними также будут некие возможности вспомогательные, которые важно достигнуть в определенный срок. Таким образом, мы получили с вами список ключевых показателей эффективности, то есть то, что мы включим с вами в нашу будущую систему мотивации. Итак, список есть. Коллеги, шаги 2-3. Есть ли вопросы? Цель поставили, сформулировали на первом шаге, на втором описали бизнес-процессы, выделив действия и продукты, которые приведут нас к достижению поставленной цели, и на третьем шаге определили ключевые из них. Так, пока в чате вопросов не вижу, значит, можем переходить к четвертому шагу. Итак, коллеги, у нас есть те показатели, которые мы будем с вами достигать. Что же дальше? А далее нам с вами необходимо составить и проанализировать мотивационный профиль сотрудников, которые выполняют те действия, которые приведут к достижению поставленной цели. Коллеги, многие руководители ошибочно считают, что людей мотивируют только деньги. Это не так. Деньги – это важная составляющая жизни каждого из них, но при этом, когда речь идет о мотивации, а что заставляет сотрудника быть лояльным той или иной компании, что заставляет его работать больше, ответственнее, менять свой привычный день работы, работать не так, как он работал. Дальше факторов, мотивационных факторов намного больше. И для того, чтобы ваша система мотивации работала, нужно, чтобы создаваемая система мотивации учитывала мотивационный профиль. Коллеги, что же мне микрофон показывает? То отключается, то выключается. Интернет скорости хорошая. Так вот, я повторю тогда последнюю мысль. Очень важно, чтобы будущая система мотивации учитывала те факторы, которые действительно мотивируют сотрудников. Опять же, каким образом вы эти факторы выявите? Тут HR вам в помощь. HR хорошо знают мотивационные факторы. От себя порекомендую систему мотивации, которая, ну не система мотивации, а 12-факторную модель мотивации. И вот пример я привожу. Это мотивационный профиль конкретного сотрудника. В чем суть данной системы мотивации? В том, что есть, не система мотивации, коллеги, прошу прощения, заговорку, данной модели мотивации. То, что выделяю, авторы методологии выделяют 12 факторов. Ну, в данном случае, видите, 12. И путем опроса, наблюдений, есть специальные анкеты, которые позволяют определить, а какие мотиваторы воздействуют на конкретного сотрудника, какие мотиваторы наиболее значимы для конкретного подразделения. Ну, например, почему вот привела вот этот профиль? Это реальный профиль сотрудника. И посмотрите, если обратить внимание вот на эту гистограмму, то материальное вознаграждение, а это вот самый первый столбик материального вознаграждения, видите, у сотрудника не находится даже в первой тройке. О чем это говорит? Это не говорит о том, что деньги ему не нужны, а это говорит о том, что у него материальный фактор удовлетворен у данного конкретного сотрудника. То есть он считает, что он зарабатывает достаточно, ему на жизнь не хватает. И за дополнительное 200, 300, а может быть, 1000, 5000 рублей он не готов напрягаться. При этом на первом месте, посмотрите, у него сейчас вот самый большой столбик, это самосовершенствование, причем с большим отрывом. Ну и далее вот уже сострыло стремление к достижениям, структурирование. То есть сотрудник хочет развиваться, расти, при этом ему нужно структурирование, чтобы ему четко сказали, что для этого нужно сделать. И вот этого сотрудника деньгами, или вот посмотрите, взаимоотношения, то есть это на последнем месте вообще, то есть человеческий фактор для него, там дружба, чувство долга, патриотизм, да, спасем нашу компанию, на этого сотрудника не повлияет вообще. А бывает наоборот, когда на первом месте стоят взаимоотношения человеческие. Иногда на первом месте могут стоять у сотрудников деньги. А может быть комфорт и удобство работы. Разные факторы. Факторов, как вы видите, много. Так вот перед тем, как составлять систему мотивации, очень важно, давайте вернемся к четвертому шагу, проанализировать мотивационный профиль тех сотрудников, для которых вы создаете мотивационную систему. Потому что если вы будете в качестве приза, той морковки по достижению результата, которую вы поставите, выделите нечто, что сотрудникам не нужно, то, конечно же, эта система мотивировать не будет. Для кого-то это стабильность, да, то есть мы говорим, что этот сотрудник получает там грант на дальнейшую работу в компании, там его не могут сократить, уволить и так далее. Может быть кому-то важен комфорт, сотрудник имеет право получить, там может быть лучший сотрудник, там первый достигнутший результат, отдельный кабинет, может быть там стоянку, место для стоянки возле работы, то есть что он вкладывает в понятие комфорт и так далее. Поэтому нам нужно обязательно понимать мотивационный профиль тех сотрудников, которых будем мотивировать. А теперь посмотрите, мы с вами на шаге 3 получили перечень показателей, KPI говорят, то есть тех показателей, которые нам нужно достигнуть, на которые нам нужно наших сотрудников стимулировать. С другой стороны, на шаге 4, мы получили перечень тех мотиваторов, которые мотивируют наших конкретных сотрудников, конкретных компаний в конкретном подразделении. И вот теперь на шаге 5 мы с вами установим соответствие между мотиваторами и результатами, определяя значение и вес каждого. Ну давайте приведу пример. Безусловно, если на первом месте у вас денежное вознаграждение, то тогда мы должны с вами подумать, а какую сумму, какая сумма будет значима для наших сотрудников, какую сумму готова выделить компания для достижения поставленной цели. Если же это комбинация как финансовых эквивалентов, так и не финансовых, то спрашивает Сергей, коллеги, я отвечу сейчас, закончу, вот пятый шаг и отвечу на ваши вопросы. Мы устанавливаем соответствие, что, за что мы даем. Ну, фактически, вот за достижение вот этого фактора морковку, за достижение вот этого фактора апельсин, а за достижение вот этого фактора дарим автомобиль. То есть мы определяем значение и вес каждого, то есть фактически проводя приоритизацию как мотиваторов, так и результатов, которые нам нужны. Коллеги, и у нас есть вопросы, спрашивают, есть какие-то тесты, которые позволяют выяснить 12-факторную модель мотивации? Да, коллеги, есть готовые тесты, их можно скачать в интернет, то есть так и задайте 12-факторную модель мотивации, вам выскочат готовые тесты, там всего 33 вопроса, анализируются просто даже при помощи, ну, вот мы с нашими студентами выполняем при помощи Microsoft Excel, то есть вводим данные и тут же получаем вот такую диаграмму, которую вы видели сейчас на доске. То есть я стараюсь давать только те инструменты, которым можно научиться со мной интуитивно, понятно. Ксения, про запись я не ответила, потому что не высылаю никаких записей. Записи однозначно не высылаются, но они появляются на странице группы. То есть мы сейчас с вами все являемся слушателями мастер-класса, и на странице мастер-класса записи появятся, то есть вы сможете зайти в свой личный кабинет и увидеть на странице группы. Теперь посмотрите, Сергей спрашивает, системы мотивации строим под конкретных сотрудников или под бизнес-процессы компании, что важнее? Сергей, только что мы с вами увидели, что важны оба фактора. Мы, бизнес-процессы компании, мы выделяем те действия, которые нужно совершить на достижение которых мы хотим мотивировать сотрудников. Те продукты, которые нужны компании – это наши KPI. А система мотивации мы… А теперь у нас есть конкретные сотрудники, которых нам нужно мотивировать. То есть и то, и то одинаково учитываем. Ксения спрашивает, возможно ли строить под отдел не уж под каждого сотрудника. Коллеги, я прошу прощения, если у кого-то закралось впечатление, что нужно под каждого сотрудника. Нет, ни в коем случае, не под каждого сотрудника. Коллеги, у нас на четвертом шаге было написано, что мы готовим мотивационный профиль подразделения, отдела. А, соответственно, откуда он появляется? Я проанализировала сотрудников и составляю общий фактор. Причем, Ксения, что самое важное? Фактор я составляю для мотивационного профиля отдела, ориентируясь на лучших сотрудников, на результативных сотрудников. Потому что, коллеги, видите, какая ситуация зачастую наблюдается? Да, в отделе у нас 50 на 50, для 50% важно развитие, там некоторые факторы, к которым не стремятся, а деньги у них на втором месте стоят. Знаете почему? А потому что они результативны, они и так прилично зарабатывают, ну, достаточно. А деньги стоят на первом месте те, кто зарабатывает, недостаточно. А почему недостаточно? А потому что неэффективно, не выполняют планы. Так наша задача не их удовлетворить, а создать такую систему мотивации, которая будет наших лучших сотрудников мотивировать на подвиги. И вот эта система мотивации неэффективных фактически вытеснит. И при наборе новых сотрудников, а ведь при наборе, при проведении собеседований, мы ведь говорим не только об обязанностях, которые будет выполнять сотрудников, но и о той системе мотивации. Изначально система мотивации будет отбирать тех, кто будет работать. Так, Александр спрашивает длительность 18-15, завершаем на всего один академический час. И Елена спрашивает, мы выделили в KPI, по сути, то, за что работник получает заработную плату. Да, абсолютно верно. Мы выделили те ключевые показатели, которые нам нужно достигнуть. Так, ну и Жуков Александр мне помогает. Коллеги, что хочу вот Елене пояснить, заработная плата, это понятие включает в себя не только оклад, но и все мотивационные выплаты. Ведь зачастую Елена, еще раз повторюсь, Елена написала, что мы выделили в KPI, по сути, то, за что работник получает заработную плату. Очень часто в компаниях мы наблюдаем, что работник получает зарплату за то, что он ходит на работу. Да, в трудовом договоре написано, что он, условно, работу работает с 8 до 5, сотрудник пришел, и мы ему уже должны. А вот выделение вот этих KPI, оно позволяет установить те показатели, достижения которых обязательно, достижения которых желательно и так далее. Ирина спрашивает, а если сама организация труда неэффективна, а не сотрудники? Ирина, мы сейчас говорим о создании системы мотивации, анализ организации труда. Тема интересная, но, к сожалению, эта тема будет другого мастер-класса. Итак, коллеги, чтобы мы все успели, мы установили соответствие между теми мотиваторами, которые есть у тех исполнителей, которые будут задействованы в бизнес-процессе, и KPI, те, которые мы хотим достичь. А вот теперь посмотрите, пожалуйста, самое сложное. Нам необходимо определить зависимости между показателями системы мотивации. И вот эти зависимости между показателями, они могут быть в виде различных операций. Самое простое и часто встречающееся, но не всегда, коллеги, эффективное, это сумма. Давайте я вам приведу пример. Ну вот представьте, у того же самого отдела продаж я выделила несколько KPI, количество звонков в день, соблюдение качественных критерий переговоров, там, выполнение плана по подписанным договорам, ну и далее сам план продаж. Так вот, давайте представим, что наш сотрудник выполняет количество звонков, встреч, коммерческих предложений, но при этом план по продажам не выполняет. То есть работа работает, а результата нет. Если мы с вами наши показатели представим в виде суммы, то тогда он будет получать свою премию, свой бонус за звонки, за встречи. Ему будет хватать. Поэтому, если в результате деятельности вашего сотрудника возникают равнозначные, подчеркиваю, равнозначные результаты, то тогда суммирование не только можно, но и нужно применять. А вот если результаты неравнозначные, а они вытекают один из другого, то лучше в этом случае использовать в качестве зависимости между показателями умножения произведения. Ну давайте представлю, приведу пример. Давайте представим, да, он выполнен план по контактам на 100%, на 100% выполнен план по звонкам, то есть вот у него, пожалуйста, а план по продажам он выполнил на 80%. Вот если мы складываем, у него набирается приличный бонус, ну либо другие благодарности от компании, возможно, нематериальные, которые мы применяем. А вот если мы умножаем, то вот это 0,8 в качестве, посмотрите, единичку умножить на единичку умножить на 0,8, вот и так бы 0,8, у нас понижается весь коэффициент. При этом, коллеги, зависимость может определяться ограничением. Что значит ограничением, коллеги? Когда мы говорим, что показатель 1,2, то есть, ну, бонус, предположим, за количество звонков, за отправленное коммерческое предложение, начисляется в случае выполнения плана по продажам не менее чем на 80%. То есть у нас появилось ограничение, то есть мы готовы тебе давать конфетки, если один из показателей, который самый важный, который самый показательный, масло-масляный, показатель показательный, достигнут, тогда ты получаешь право на эти бонусы. Если же нет, то, соответственно, они не начисляются. Вот это называется ограничение для других показателей. Ну и, возможно, различные комбинированные варианты, когда мы говорим, вот этот показатель суммируется, но, предположим, вы можете установить доплаты за повышение квалификации, он не умножается на другие показатели, за выполнение определенных нормативов, за год там, за то, что сотрудник выносит предложения по оптимизации. Пожалуйста, они суммируются, а есть показатели, которые будут умножаться либо выступать с ограничением, то есть всевозможные комбинированные варианты. Поэтому на шестом шаге, имея и установив взаимосвязи между показателями KPI и мотивационными факторами, мы определяем между ними конкретные зависимости. И у нас есть вопрос от Ксении. Если сейчас сотрудники получают оклад, как обосновать и грамотно перевести людей с оклада на KPI, чтобы сотрудники не испытывали страхов и стрессов? Ксения, по окончании нашего мастер-класса отвечу на этот вопрос. Да, хорошо. Далее, коллеги. Следующий шаг. Так, а у меня опечатка. Да, шестой шаг, седьмой шаг. Конечно же, коллеги, я поправлю, когда буду презентацию выкладывать на страницу группы. Так, это мы у нас, это мы разобрали шестой. И, соответственно, седьмой шаг. Нам нужно разработать мотивационное положение теперь. То есть все наши идеи, которые мы сейчас оформили на первых шести шагах, так как мы работаем в организации, мы же не по понятиям, то есть по обещаниям, а вот я сделаю или не сделаю, появляется документ. Так вот, с учетом всего вышесказанного, нам нужно разработать мотивационное положение, как документ, в котором четко будет прописано как показатели достижения, так и формулы расчета. Либо мы его разрабатываем, если у вас уже есть работающие, как вот в случае с Ксеней, то мы вносим изменения в существующее. И обязательно нужно довести до сведения сотрудников, которых это мотивационное положение коснется. При этом, коллеги, из рекомендаций, посмотрите, оставила в этом пункте, не жалейте, время на разъяснение, как сотрудник сможет заработать больше благ тех вот своих мотиваторов при помощи новой системы мотивации. Потому что зачастую система мотивации не работает, потому что сотрудник не понимает, а что он должен сделать, чтобы получить тот или иной бонус, а какой размер бонуса именно будет. На самом деле проверить, эффективно ли ваше положение, достаточно ли оно корректно написано, очень простым вопросом. Попросите сотрудника проанализировать предыдущий месяц своей работы, достигнутые результаты и пересчитать на новую систему мотивации. То есть какие бы бонусы он получил. Если сотрудник готов это сделать, значит, ему все понятно. Если он затрудняется, поясните ему, соберите свой отдел и проговорите, проведите совещание, что коллеги, давайте представим, что наша система мотивации, которую мы сейчас внедряем, у нас действовала бы не с 1 августа, а с 1 апреля. Тогда посмотрите, в апреле, в мае, в июне нами были достигнуты вот такие-то результаты. Тогда вот таким бы образом выглядела наша система вознаграждений, бонусов и так далее. Сделайте это прозрачно. Либо совместно с отделом, либо индивидуально. Разберите с каждым сотрудником, чтобы сотрудник увидел преимущество системы. Не бойтесь того, что чье-то положение при новой системе мотивации ухудшится. Как правило, это происходит с неэффективными сотрудниками, те, которые не достигают поставленных результатов. Но вот здесь как раз таки будет стоять вопрос. Подожди, а ты собираешься дальше сидеть или работать? Вот если ты будешь работать, а мы создаем вот такую-то систему, у нас меняется вот это, внедряется вот это, повышается вот это. Соответственно, при выполнении данных показателей ты получишь больше бонусов, больше морковых, конфеток, апельсинов, нужно, как говорится, подчеркнуть. Поэтому обязательно разъясняйте. Ну и, соответственно, восьмым шагом обязательно установите тестовый период. Обычно на тестовый период сотрудникам мы можем выделить даже вот это, на этот переходный период время. Ну, предположим, мы установили, говорим, переходный период составит три месяца. В течение этих трех месяцев сотрудник может выбрать, получает он заработную плату по старому положению или по новому. Для чего это нужно? Для того, чтобы прошел как раз-таки период адаптации, чтобы сотрудники получили четкое представление, что именно им нужно делать. Обязательно анализируйте полученные результаты, выделяйте лучших, анализируйте их опыт, что именно они делали, что вызвало отклонение, причем как в лучшую сторону, так и в худшую. Меняйте факторы для повышения эффективности, рассказывайте сотрудникам, что вот если делать вот это, вот это результат будет достигнуть большей доли вероятности, а если делать вот так, то вы результата никогда не получите. Помогайте своим сотрудникам и вы получите работающую систему мотивации. Ну, вот здесь, я думаю, возникнет как раз-таки вопрос, а что же кризис, да, ведь у нас в заголовке есть с вами слово кризис, система мотивации, работающий кризис. Коллеги, вот те ситуации, с которыми мы столкнулись с вами сейчас, ну, либо компании сталкивались ранее на разных периодах своих работы, где-то кризисом стало повышение конкуренции, где-то уменьшение рынка, где-то необходимость перепрофилироваться и на всех нас наложило наложило отпечаток тем эпидемиологической ситуацией, которая есть в стране и в мире. Коллеги, когда мы разрабатываем систему мотивации вот в кризисной для компании обстановки, ко всему вышеперечисленному необходимо учесть еще несколько факторов, а именно больше внимания необходимо уделять промежуточным результатам, что я имею в виду, коллеги? Если когда компания работает планово, у нас все хорошо, все ровно, я могу мотивировать только конечный результат. Почему? Потому что в плановом режиме мы можем контролировать работу, ну, если я руководитель подразделения, работу своего сотрудника, я могу уделить ему время, скорректировать. Более того, когда мы работаем в стандартном периоде, отклонения допустимы, они не станут для компании роковыми, не приведут ее к разорению. В кризисе ситуация меняется, и малейшее отклонение, зачастую невыполнение плана, может привести компанию к точке безубыточности. Это первый момент, поэтому четко мне нужно быть уверенным не только, что я в конце месяца получу результат, ведь мы с вами все понимаем, не появляется результат из ниоткуда. До этого должны появиться промежуточные результаты. Но в случае с теми же продажами, чтобы получить в конце месяца выполненный план продаж, условные 10 миллионов, я должна иметь на определенную дату определенное количество звонков ежедневно, подписанных договоров еженедельно, отгрузок еженедельно. Потому что если нет этого промежуточного результата, к гадалке ходить не надо, к концу месяца, квартала, года они не появятся, их просто не будет. Поэтому больше времени мы уделяем внимание промежуточным результатам. Вторая необходимость во внимании к промежуточным результатам связана с тем, что наши многие сотрудники сейчас переведены на удаленную работу. И если в очной работе мы могли зрительно проконтролировать, то сотрудника на удаленной работе, насколько он активно или неактивно работает, не всегда есть возможность проконтролировать. Так вот, введение промежуточных результатов в систему мотивации, необходимость ежедневных, еженедельных результатов, отчетов о них повышает ответственность, но и мотивирует сотрудника не откладывать операционную работу на потом. Далее, не забывайте о показателях стабильности работы. Коллеги, для многих сотрудников это становится важно, и для компаний. Нам важно не только сейчас, здесь и сейчас выполнить некоторый проект, но и сделать себе запас на будущее. Поэтому в системе, как раз таки в кризисной ситуации, как правило, начинают оцениваться не только достигнутые результаты, но и наработки на будущий результат. Да, а сколько у тебя есть договоров на будущее у продажников, а сколько у вас незавершенного производства в производстве, а сколько у вас незданных объектов, на уже частично построенных строительствах и так далее. То есть те показатели, которые гарантируют компании результат не только сегодня, но и завтра, послезавтра, через месяц, квартал, год. Ну и, конечно же, коллеги, когда мы говорим о кризисных ситуациях, о удаленной работе, рекомендую добавлять в систему мотивации фактор дисциплинированности. А это и время работы, и своевременное подключение, и скорость ответа на запросы, будь то внутренних пользователей, внешних пользователей. Соответственно, для систем мотивации, создающихся в кризис, необходимо учитывать промежуточные результаты, стабильность и фактор дисциплинированности. Коллеги, восемь шагов. На первый взгляд, они простые, но поверьте мне, реализация каждого из них потребует от вас времени, усилий и знаний. Если у вас по этим шагам есть вопросы, то я с удовольствием отвечу, самое время их написать. А я в завершение нашего мастер-класса хотела бы пару минут, действительно пару минут, уделить внимание, как говорится, рекламная пауза. И в рамках рекламной паузы, о чем скажу, полностью изучить вот ту тему, которую мы сегодня с вами подняли, мы можем на курсе руководитель структурного подразделения. Там мы будем и учиться, говорить о бизнес-процессах, и о системе мотивации, и наших сотрудников, и о их создании. То есть, это тема полностью. Ближайшая группа стартует уже 26 июля. Если же ваша задача освоить более узкие участки, ну, например, да, вы знаете уже о мотиваторах, да, вы умеете ставить цель по смарт, но при этом ваша точка роста это описание бизнес-процессов, а у нас второй шаг нужно описать бизнес-процессы, то обратите внимание на курс основы бизнес-анализа. Ближайшая группа стартует уже 25 июля, в следующее воскресенье это воскресная группа, у меня открытое обучение, мы с вами научимся именно анализировать и описывать бизнес-процессы. Если же ваша задача выделить как раз-таки KPI, разбить их на ключевые, вспомогательные, то, пожалуйста, у нас есть курс разработка и внедрения систем показателей. KPI ведет замечательный преподаватель Шульга Елена и ближайшая группа по будням стартует 9 августа. Ну и если же ваша точка разобраться в мотиваторах, а какие они бывают, то обратите внимание на курс мотивации персонала. То есть все в комплекте, вешки наши, на руководителей структурного подразделения, нюансы можно получить на тех курсах, которые вы видите сейчас на экране. Теперь посмотрите. Так, да, Сергей, я тоже это заметила, к сожалению, там мастер-класс есть куда стремиться, обязательно учту. Теперь вопросы. Ксения, сотрудники получали оклад, как правило, перевести, не испытывали страхов и стрессов. Ну, в данном случае работа со страхом и стрессом это ваша разъяснительная работа и, как мы с вами говорили, показать, что положение сотрудников на самом деле улучшится, позволит им стабилизировать свою работу, получать более стабильный результат, быть уверенным в завтрашнем дне, но и добиться именно тех показателей, к которым они стремятся. Также Ксения спрашивает, был ли у вас опыт построения кипятеля арт-студии, мы не можем сдвинуться с места, провели опросы, все говорят, что это невозможно, но скорее не хотят просто, но мы застряли на арт-отделе. Продажа предельно понятна, маркетинг понятно, а дизайнеры проблема. На самом деле именно с арт-студии Ксения лично у меня опыта не было, но при этом с творческими лабораториями работали, и решение есть всегда. На странице группы будут контакты, пожалуйста, будем ждать вас. Коллеги, есть ли еще вопросы, которые вы хотели бы задать? Да, Елена, спасибо огромное. Коллеги, данную презентацию я вот сейчас поправлю, действительно, увидела у себя пару серьезных опечаток, поправлю, и сохраню в формате PDF, выложу на страницу нашей группы. Коллеги, ну, а для тех, кто еще не отключился, частые вопросы, очень часто спрашивают, чем отличаются форматы обучения, и давайте буквально один слайд, потому что при выборе важно ошибиться не только, не ошибиться не только с курсом, но и с форматом обучения. Посмотрите, у нас есть очное обучение, и это обучение подходит тем, для кого важно именно динамика, живое общение. Есть слушатели-экстраверты, которым нужна именно вот динамика группы, возможность общения с преподавателем, именно контроль со стороны преподавателя, тогда, да, выбирайте очное обучение. При этом, посмотрите, пожалуйста, у нас есть вебинар, вы присутствуете, оно подходит тем, кому важно, да, динамика, но при этом вы не имеете возможность посещать занятия лично, это связано с разными факторами, живете удаленно, и дорога дорогая, либо далекая, либо сейчас вот под дне не хотелось бы с региона приезжать и быть, жить в гостинице, вот все вот эти вот ограничения наши, пожалуйста, вы можете онлайн присутствовать на вебинаре, то есть вы подключаетесь, также видите группу, также участвуете в дискуссиях и отслеживаете всю динамику, но при этом вы находитесь у себя дома, либо на работе. очно-заочное обучение, пожалуйста, вы самостоятельно просматриваете видеозаписи, занятия, но в указанные дни подключаетесь очно, либо на вебинар и общаетесь в живом общении с преподавателем, разбирая практику и тесты домашней работы. Открытое обучение, вы смотрите видеозаписи, очных занятий по общению не предусмотрено, но при этом определяя темп, вы можете задавать в течение времени расписания вопросы преподавателю, будь то очно, будь то по вебинару, фактически вот такой индивидуально. И у нас есть индивидуальный формат обучения, когда вы можете заказать его и преподаватель работает только с вами. Так, Пусакова Наталья, посоветуете. Да, Наталья, на самом деле МБИ сейчас очень много и достаточно много приличного, я как финансист, у меня, соответственно, финансовый менеджмент, то есть финансовое планирование, поэтому у меня финансовый. Все зависит от того, какую цель вы перед собой ставите. Коллеги, так как далее идут уже ответы на личные вопросы, запись вебинара по теме создания системы мотивации, я завершаю, будем рады видеть вас среди наших слушателей, а я продолжу общение в чате со слушателями, у которых остались дополнительные вопросы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!